Что будет, если взять енота, еще енота, конфетку Джоли Ранчер и засунуть их в одно место? Правильно, наш новый лимитированный мерч. Совсем скоро мы запустим в продажу несколько вещей. Купив которые, вы не только приобретете уникальную вещицу, но и поддержите канал в это непростое время. Да, одна просьба, давайте выберем лучший принт. Такой? Такой? Или такой? Что тебе нравится больше? Пиши в комментариях. Какой яркий признак говорит о том, что человек в вас влюблен? Он очень рад вас видеть, даже если он едва может поддерживать с вами беседу. Да, длинные паузы в разговоре и взгляд в пол, это ключевые моменты. По всей видимости, я влюблен почти во всех вокруг. Я не могу во время разговора долго смотреть человеку в лицо. Когда я сижу рядом с какой-нибудь девушкой, наши ноги соприкасаются, а она при этом не убирает ногу. Я начинаю фантазировать о том, как мы будем жить с ней вместе до конца своих дней. Я такой одинокий. Видимо, тебе по приколу ездить на автобусах. Каждое утро по дороге на работу я в кого-то влюбляюсь. Если он громче всех смеется над твоими шутками, часто говорит твое имя, всегда смотрит на тебя, оставляет комментарии под каждым статусом на фейсбук, ставит лайки в инсте. Что ж, видимо, моя мама влюбилась в меня. Я всегда нахожу предлог, чтобы побыть рядом со своим крашем. Как-то раз я сходила на обед аж два раза, потому что мой краш пригласил меня перекусить. Как же сильно я объелась. Мне аж было противно от того, сколько я съела в тот день. Точно, я познакомился со своей женой в спортзале. Я начал ходить в зал в одно и то же время каждый день, надеясь, что она будет там. После этого у нас с ней появилась общая компания друзей. И я всегда старался ходить на мероприятия, на которые шла она, сидеть рядом с ней, ездить в одной машине и так далее. Изменено. Я забыл уточнить кое-что. В моем случае было ясно, что чувства у нас взаимные. Мы были очень хорошими друзьями до того, как жениться. Я бы не рекомендовал делать нечто подобное с человеком, которому вы не интересны. Обычно это видно только со стороны. Но когда при каждом удобном случае человек смотрит на тебя в момент, когда ты на него не смотришь, лол. В 10 классе я была очень влюблена в одного светловолосого парня. Как-то во время обеда я увидела, как он разговаривает с нашим общим другом. Я не могла от него отвести взгляд, настолько он мне нравился. Я тогда сидела со своими подругами, мы о чем-то болтали. Моя подруга заметила, что я все время смотрю на него. Но при этом он тоже смотрел на меня, когда я на него не смотрела. 7 лет спустя мы поженились и у нас уже детишки. Правда? Я наоборот стараюсь вообще не смотреть на человека, в которого я влюбился. Именно. Чем больше кажется, что я тебя не замечаю, тем больше ты мне нравишься. Одиночество гарантировано. Кажется, давным-давно я читал об этом признаке на Reddit. Услышав в компании смешную шутку и посмеявшись, человек обычно смотрит на того, кем он восхищается, с кем чувствует близость. Он хочет оценить реакцию человека, который ему нравится. Тут речь не только про влюбленность, но это довольно яркий признак. У меня была одна знакомая, которая вела себя таким же образом. Мы тогда смотрели выступление в Диснейленде, куда она пришла со мной и компанией моих друзей, которых она не знала. Она несколько раз отреагировала на что-то, посмотрев на меня. Я подумал, что это явный признак ее заинтересованности во мне. И пригласил ее на свидание, а она сказала, что видит во мне только друга. Лол. Изменено. Многие пишут. А на кого еще она могла посмотреть в тот момент? Да, я понимаю, что она чувствовала себя ближе ко мне, чем к людям, которых она не знала. Но я думал, что тот факт, что она была готова пойти куда-то со мной и людьми, которых она не знала, был знаком того, что она в меня влюблена. Как оказалось, я ошибался. Лол. Я ходил в кафе, в котором работала эта девушка. Она была в меня влюблена. Зачастую, когда я собирался уходить, она подходила ко мне и говорила, «Нет, останься еще немного, я возьму тебе начос». От этого было чертовски трудно отказаться. Она покупала начос со скидкой для сотрудников, приносила здоровенную тарелку, и мы сидели и вместе ели. Изменено. У нас не было какого-то сказочного конца нашей истории, но все же он был довольно счастливый. Как оказалось, мы не были созданы друг для друга, чтобы прожить вместе всю жизнь. По всей видимости, моим предназначением было дать ей помощь, в которой она так отчаянно нуждалась. А она должна была показать мне, каково это чутко относиться и заботиться о любимом человеке, а не только чпокаться с ним. За те несколько месяцев вместе мы оба изменили жизнь друг друга к лучшему. Как-то раз я увидел, как девушка, в которую я был влюблен, стоит ко мне спиной в другом конце вестибюля. Я бросился к ней и как бы играючи пнул ее по ноге. Я не знаю, зачем я это сделал, но я типа случайно как бы пнул ее по ноге. По-настоящему. Причем тогда я был не таким уж и юным. Вожделенный взгляд и нервозность в разговоре. У меня со всеми так. Влюбленный в тебя человек делает все, чтобы побыть рядом с тобой. Он делится с тобой какими-то смешными, интересными и личными вещами, которыми он не делится с другими людьми. Блин, я делаю некоторые из этих вещей, чтобы просто завести новых друзей. Ну тогда ты можешь чпокнуть своих друзей. Учиться в колледже и вставать в 7 утра, чтобы позавтракать с ней, когда у тебя в этот день нет занятий. Изменено, я терпеть не могу, рано просыпаться. У меня была девушка, которая в колледже делала то же самое. Каждый день она будила меня в одно и то же время робким стуком в дверь, чтобы узнать, не хочу ли я позавтракать. Естественно, я никогда ей не отказывал. Она также постоянно придумывала предлог, чтобы зайти к каждому в комнату и пожелать спокойной ночи. Просто, чтобы в конце зайти в мою комнату и остаться там подольше, и чтобы никто этого не заметил. Кроме моего соседа. Мы были своего рода неофициальными родителями нашего этажа. В итоге мы провстречались с ней 2 года. Пожалуйста, скажи мне, что спустя 2 года вы поженились. Не, она изменила мне со своим лучшим другом. Вы можете определить, что нравитесь девушке по положению лодыжек. Если они находятся за ее ушами, вы ей нравитесь. Или если они находятся у вас за ушами. В свое время я влюбился в одну девушку из нашего коллектива, которую прозвал Девчонка. Все коллеги из-за меня тут же начали называть ее Девчонка. Как-то раз, сам того не расознавая, я начал называть ее по имени. Все остальные, кроме нее, сразу же поняли, что к чему. Было неловко. Так ты дал ей прозвище до или после того, как ты в нее влюбился? До. Мы работали вместе в одну смену. И когда она только пришла на работу, она так херово справлялась, что я подумал, что ее уволят. Поэтому не хотел запоминать ее имени. Типа это было своего рода оскорблением, поскольку я не ожидал, что она останется с нами надолго. Я называл ее Девчонкой около года, прежде чем до меня дошло, что я в нее влюбился. И еще полгода, прежде чем я тупанул и начал называть ее по имени. В общем, в тот момент моим коллегам все стало очевидно. Тревожность. Вот же дерьмо, получается я влюблен в пробки в час пик. Я люблю тебя час пик. Начинает фапать в пробке. Если ты говоришь какие-то нелепые вещи, а потом, когда ложишься спать, задаешься вопросом. Какого хрена я это сказал? У нас в театре была девушка, в которую я был влюблен. Она все время делала одну забавную вещь. Если я говорил ей что-то слегка оскорбительное и боялся, что обидел ее, она специально наигранно обижалась. Думаю, она знала, что я в нее влюблен. Как-то раз после такого случая я, пытаясь сделать ей комплимент, сказал. У тебя очень хорошо получается, как бы это сказать, симулировать, ну знаешь, играть? Да-да, играть. Кстати, я начинающий актер. Если человек прикладывает свою ладонь к вашей, чтобы сравнить размеры ваших рук. Черт, флэшбеки со школы. Учитель физкультуры в школе для мальчиков сравнивает свою руку с твоей, после чего шлепает тебя и вздыхает. Может быть, когда-нибудь. Так я то же самое делаю со своими корешами. Эй, Дэйв, не хочешь еще разок сравнить размеры рук? Да, черт возьми, Джо. Две руки хлопают на стеклянную дверцу душа. Как только у меня появляется девушка, буквально все остальные девчонки начинают в меня влюбляться. Потому что у тебя появляется уверенность в себе. На самом деле, существует несколько научных исследований, которые подтверждают тот факт, что женщины хотят мужчин, которые уже заняты или являются желанными среди других женщин. В ходе исследования женщинам показывали фотографию парня в компании женщины, а затем фотку того же парня, но одного. Кроме того, женщины неизменно оценивали привлекательность парня на фотографии с женщиной выше, чем на той фотке, на которой он был один. Кроме того, чем привлекательнее была его спутница на фотографии, тем выше женщины оценивали привлекательность самого мужчины. Я заметила это на своем собственном опыте, и мне показалось, что это довольно весомый признак. В общем, когда человек ведет себя с одним конкретным человеком, противоположно тому, как он ведет себя со всеми другими людьми. Рассмотрим мой случай. Я очень застенчивая интровертка и страдаю социальной тревожностью. Однако, если я влюбляюсь в кого-то, у меня тут же активизируется способность заводить и вести беседу, хоть и не всегда изящно. Я стараюсь говорить громче и увереннее. В беседе с этим человеком я больше смеюсь, улыбаюсь, в то время как с другими людьми я обычно веду себя немного монотонно и безэмоционально. Со своим крашем я становлюсь более игривой. А еще у меня есть очень громкие и буйные друзья-экстраверты, которые, влюбляясь в кого-то, становятся рядом с этим человеком полной противоположностью себя. Они превращаются в кротких, робких, застенчивых людей. Они становятся слишком внимательными к тому, что они говорят и как они это говорят. За этим очень интересно наблюдать. Этот человек хочет больше с вами общаться. То и дело старается легонько вас коснуться, типа кладет руку на колено, пихает локтем, тыкает и так далее. Есть один простой пример подобных легких и непринужденных прикосновений, которые часто упускают из вида. Это сравнение размеров рук. Однако такой прием работает только один раз, если, конечно, разница в размерах ваших рук не супер большая. А еще, если человек влюблен, то ему хочется хвастаться и болтать чаще, чем раньше. Таким образом, он пытается привлечь внимание того, в кого он влюблен. Или когда вы случайно посмотрели в глаза собеседнику, а тот отводит взгляд, будто смотреть на вас это преступление. А когда уже вы отводите взгляд, то он снова на вас смотрит. Еще одна маленькая, но правдивая деталь. Влюбленный человек рядом со своим крашем улыбается той самой улыбкой. Ну, типа, есть ли вообще кто-то, кто бы не улыбнулся, находясь рядом с человеком, в которого он влюблен. Это почти невозможно, кроме тех случаев, когда рядом с ним ты краснеешь как рак и молчишь, будто рыба. По какой-то немыслимой для меня причине, я всегда старалась быть рядом с человеком, в которого я влюблялась. Причем независимо от того, насколько это было уместно. Я всегда старалась подходить к этому стратегически, договаривалась с подругой или находила какую-то причину, чтобы быть там, где он. Однако, моя логика была напрочь убита, когда однажды он решил сесть за мой столик, и оказалось, что он сел рядом не для того, чтобы побыть со мной, а для того, чтобы пообщаться с нашим общим другом. Ну, по крайней мере, он знал, как меня зовут. Я прочитал все комментарии и могу ответственно заявить, что в меня никто не влюблен. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, какой яркий признак говорит о том, что человек вас влюблен. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Пока. Субтитры подогнал «Симон»